В Европе должны перестать рассматривать путинскую Россию как нормальное государство президента Путина, как нормального политического лидера. Об этом пишет бывший российский олигарх, общественный и политический деятель Михаил Ходорковский в статье для международного издания Politico под названием «План жизни после Владимира Путина». Она опубликована 10 июня. По мнению Ходорковского, неправильно сравнивать путинскую Россию с Советским Союзом. Тогда министров и глав других органов государственной власти контролировало руководство коммунистической партии. Вот в путинской России, в отличие от СССР, у власти нет ни моральных, ни идеологических, ни институциональных ограничений, пишет автор. И вот цитата из его статьи. Не существует больше ни одной государственной структуры советской эпохи. Сейчас гигантская страна с огромным военным арсеналом оказалась в заложниках у Путина. Человека, чей опыт государственного управления заимствован у бандитов. Подкуп, шантаж, обман и насилие присущи всякому плохому правительству. Но Кремль активно продвигает такую политику и за рубежом. Ходорковский пишет, что для Путина вполне нормально использовать в качестве геополитического аргумента угрозу ядерным оружием. Другие лидеры ядерных государств считают такие угрозы неуместными. Раньше миру угрожал Иран, лидер которого хотел нанести ядерный удар по Израилю. За разработку ядерной программы Иран находился под санкциями Запада в течение, и мы об этом рассказывали, 10 лет. Сейчас лидер Северной Кореи Ким Чен Ын угрожает нанести превентивный ядерный удар по Соединенным Штатам. И говорит, что стране уже удалось создать ядерное оружие. Северная Корея тоже долгие годы находится под санкциями, то есть в международной политике удержать ядерным оружием, угрожать ядерным оружием ненормальное поведение. А вот свою непредсказуемость в политике Путин считает достоинством и преимуществом перед Западом, продолжает Ходорковский. Часто реакцию государства на то или иное событие в мире можно предсказать, основываясь на истории, на том, какая идеология у нынешних правителей, какая система принятия решений в стране и так далее. Реакцию России предсказать невозможно. Об этом пишут многие западные аналитики. Автор пишет, единственное, чего опасается Путин, это быстрая и консолидированная реакция Запада на его политику, потому что это может ослабить его власть. Как при введении Соединенными Штатами и Евросоюзов санкций против России за агрессивную политику по отношению к Украине. Поэтому Путину на руку любые разногласия внутри Европейского Союза. Он добивается этого традиционными для бандитов методами, пишет Ходорковский, поддерживая радикальных националистов, используя пропаганду в медиа, подкупая европейских политиков и бизнес-элиты. Автор читает, что уступки Европейского Союза Путину это ошибка. Компромиссы с Путиным не помогут выстроить конструктивные отношения с Россией. И Евросоюзу нужно не бояться, что без Путина Россия станет еще более непредсказуемой, а поддержать те силы в России, которые готовы взять власть в свои руки после Путина. И делать это нужно уже сейчас, считает Ходорковский. Чтобы добиться быстрых позитивных изменений, нам нужно поддержать политических и общественных лидеров, которые разделяют европейские ценности, имеют политический опыт и стремятся действовать сообща. Если ЕС не поддержит всецело это новое поколение российских политиков и их альтернативное видение будущего России, то позже будет терять время, пытаясь наладить с ними связи. А любое промедление, без сомнения, ослабит шансы российских реформаторов на успех. Когда же, по мнению Михаила Ходорковского, падет режим Путина? Лет через 10 Ходорковский не согласен с теми, кто считает, что режим продержится 2-3 года. Но, по мнению автора, чем дольше продержится путинский режим, тем болезненнее будут перемены в России после него. Поэтому важно, чтобы уже сейчас граждане России и западное общество знали, что есть политики, готовые прийти на смену Путину и вернуть Россию на демократический путь развития. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова